так а вот сейчас сейчас видно слышно все здравствуйте еще раз ну что давайте мы поговорим немного о том что происходит сейчас это не будет особо каких-то таких новостей я хочу вот о чем сказать люди продолжают писать о том что то что болит и это все понятно и мы не роботы мы люди поэтому у нас есть эмоции никто не говорит что этого у нас нет но неоднократно в частности сангейтс на youtube канале мы об этом говорили это очень и очень опасная вещь для вас самих дорогие друзья если вы так реагируете нас есть события а как надо реагировать это вопрос другой мы об этом сейчас поговорим я просто некоторую информацию вот смотрите проходит информация и дело в том что если мы будем вовлекаться в эту информацию эмоционально эмоции то мы будем себя очень и очень серьезно разбивать в каком плане и причем такое впечатление что нас не волнует наши близкие вообще никак это очень и очень нехорошо непонимание этого процесса и так что происходит но мы боимся боимся от того что что-то будет происходить боимся того что с нами с нами что-то случится боимся того что наши близкие случится и каждый раз мы волнуемся волнуемся боимся и так далее и чем больше мы волнуемся боимся тем больше мы нагнетаем напряженности тем больше мы вовлекаемся во все это действие, разбивая самих себя и наших близких, за которым мы ломаемся. По-моему, все это знают, но с эмоциями никто не может совладеть, к сожалению. Поэтому, значит, что происходит? Просто чтобы, так сказать, что такое страх, да? А на обратной стороне страха, что у нас есть? Раздражительность, эмоциональность, агрессия. Агрессия. А как по-другому? Скажите, что нет. Агрессия по отношению к агрессору. Есть агрессия. На нас нападают, нам вот это, вот это. Мы ответ отвечаем. Точно так же мы отвечаем. Итак, что такое страх? Это очень небольшая, допустим, небольшая информация о том, что происходит, когда человек боится. Страх – это потеря аппетита, очень небольшое перечисление. Астма, бессонница, булимия, гепатиты, мигрени, кожные болезни, циститы и выкидыши. Это небольшое перечисление, абсолютно подтвержденное. И, в общем-то, те, кто этим занимается, это тут даже вопросов нет. Так. Что еще раз на другой стороне? Склонность к насилию, страха, да? Агрессия. То есть, это то же самое, правильно? А вот дальше следующий шаг. Категоричное высказывание, грубость, неприятие сказанного, раздражительность, многое-многое-многое другое. Вот человек выпалил, выдал, как говорится, на гора, да, свою боль, да, свое отчаяние, свою агрессию, правильно? и в итоге получил себе вот все вот это. На том комплане мгновенно, мгновенно это переходит к нашим близким. Сразу, сходу. У нас возникла мысль агрессивная, а на этом мысли сразу получили ее все наши близкие. Они на том комплане получили ее, а болезни у нас все возникают на том комплане и проявляются в физическом теле. Без вопросов и без каких-то обсуждений. Это так, это истина, это аксиома. Хотите верить, хотите не верить. У каждого есть право верить, не верить и продолжать выражать вот эти все вещи. Поехали дальше. Раздражительность. Это хронические болезни, это бронхиты, это гастриты, болезни нервной системы, эмоциональность, повышение активности щитовидной железы, дисфункции половых органов, мужская импотенция. Нормально? Хватает перечисления или можно больше? Я вас уверяю, гораздо больше. Значит, дальше. Но что происходит? Мы себя начинаем жалеть. Ну, по-другому не может быть. Мы себя начинаем жалеть. Я не знаю, почему здесь у меня трансляция экрана. Странно, да? Я не трансливал экран. Непонятно. Кто здесь, чего здесь я не понимаю. Откуда трансляция экрана? Ее здесь нету трансляции экрана. Так, ладно. Непонятно, что тут происходит. А если я сюда включу? Я не знаю, что тут происходит, вообще так говоря. Кто тут транслярует свой экран? Ребята, выключите экран. Еще раз. Это кто-то из вас транслирует экран. Или я закрою сейчас чат. Вы вредите другим людям. если кто-то это делает, у нас кто-то стоит на страже. Пожалуйста, скажите, я же слышу щелчки, кто-то транслирует чат. Так, ладно. Поехали дальше. Ничего не могу пока сделать. Ну, что это такое? Оксана Мельникова. Выключите чат. Оксана Мельникова, я вас удалю. Неужели здесь непонятно, что происходит? Сколько раз об этом мы уже говорили? Так, ну вот видите. Значит, мы удалили Оксана Мельникова, которая не понимает, как надо обращаться с чатом. И все у нас вошло в норму. Да? Так, поехали дальше. Где находится у нас страх? Страх у нас находится почки. Почки у нас две почки есть. Об этом уже, кстати, была программа, но напомню. В области примерно правой почвы. Значит, что такое почка? это отвечает за жидкость. Правильно? То есть, повелитель вод это у нас ворона считается. То есть, что происходит? Первый элемент вода. Но это вода не та вода, которая там в реках, озерах, там и так далее, да? И которой мы пьем воду, да? Вот. Это все обитатели материального мира, поскольку мы состоим из воды. И биологическое тело является водным. Биологическое тело является водным. Правильно? И это, то есть, мы и страх, когда мы проявляем страх, мы воздействуем буквально на всех людей, ну, а мы часть общества, правильно? Мы часть Земли, мы часть телена и так далее, и так далее, да? Значит, что здесь надо было бы сразу, вот можно сказать, что здесь надо было бы делать? Вот этот, вот этот вот повелитель воды, элемента воды, ворона, да? Наделяет, ну, как бы так, люди, то есть, это отвечает отвечает за эмоциональность, в то же время это воображение, это поэзия, музыка, живопись, короче говоря, здесь, что надо сделать, единственный вариант сразу, так сказать, меры, да? Это медитация, других вариантов нет. То есть, никакая форма медитации, значит, не годится без воды, мы из нее состоим чуть ли не на 80%, 75-80%. Поэтому, что здесь, ну, вот, короче говоря, медитация, но это не сегодня. Так вот, мы этим самым, выражая страх, мы блокируем, блокируем на отношение к нашим, допустим, ангелам-хранителям, как рода, так и ангелам, которые находятся выше нас, в другом, так сказать, измерении, которые нам помогают. Они к нам, значит, с одной стороны мы оберегаемся, с другой стороны мы их просим, они не будут нам помогать, потому что выражение страха, смотрите, если мы выражаем этот страх, мы сразу прекращаем связь, все. То есть, страх жизни, здоровья, да, потери каких-то или болезней с близкими, материальные какие-то блага в том числе, кстати, это деньги, это положение где-то в обществе, желание быть круче остальных, желание показать себя со всех сторон или с любой стороны, с какой хотите стороны, но выставить себя на показ. Вот это, да, и в то же время быть тише воды, ниже травы в плане того, что показаться не таким, как это принято, понимаете, то есть, мы живем какими-то догмами, не высовываться, не вылазить, то есть, две стороны, или желание, стремление себя показать, это люди, которые обладают, знаете, такой харизмой, вот они такие люди, вот, но тщеславие, допустим, и качество, которые могут помогать им, помогать другим людям, скажем так, это одно, а вот тщеславие, это другое, то есть, как всегда, есть в самом хорошем качестве есть вторая сторона, и вот с одной стороны, желание показать, выставить себя, с другой стороны, не высовываться, вот это то же самое, абсолютно одинаково, если мы будем, да, ну и заодно, заодно тут надо отметить такой момент, что страх ведет к чему? Ведет к тому, что мы начинаем себя жалеть, жалость за самих себя, жалость за самих себя, это приводится к, приведет к, как минимум, к гастритам, короче говоря, да, страх, то есть не страх, а жалость к другим людям, к другим людям, собачкам, кошечкам и так далее, еще раз, мы путаем серьезные вещи, которые называются милосердие, они очень близки по понятиям, страх и милосердие, но мы подменяем милосердие страхом, то есть жалостью, я говорю сейчас о жалости, так вот, жалость за себя, это жалость за других, это болезнь, болезнь 12 перц на кишке, наверное, сразу получаем один сигнал, второй сигнал, продолжаем это делать, и что происходит, и пишет человек в чате, да, человеку говорят, неоднократно, одна программа, вторая программа, закрытие чата, он продолжает, человек писает, вот у него болит, он пишет, он хочет, чтобы у всех, иными словами, когда человек вот это делает, иными словами, он этого не понимает, стукнуло, понимаете, знаете, что стукнуло, да, людей это может расстраивать, и так далее, ему совершенно до лампочки, вот, поэтому он это дело продолжает писать, у него болит, он хочет, чтобы у всех других болело, понимаете, значит, если у кого-то достигает каких-то успехов, а он нет, он начинает себя оживить, как для такой бедной несчастной, мгновенно он сам себе получает болезнь, да, и в то же время, он излучает агрессию, нервность, что будет, то, что уже было сказано, правильно, вот, поэтому, значит, здесь есть очень и очень серьезные моменты, короче говоря, о чем идет речь, еще раз, друзья, если вы хотите получать какие-то блага, то надо относиться к этому, вместо, изменяя себя, мы изменяем окружающий мир, сколько раз об этом можно говорить, это когда-нибудь дойдет для людей, или нет, причем, чем больше вы будете вовлекать свое благоприятствование, желание изъявить благодарность, да, тем больше мы будем силу получать, понимаете, и эта сила перетвестнет силу агрессии, поскольку это мир дуальный, она есть и есть, и не может быть по-другому, у нас будет воскресенье программа, программа на канале, продолжение программы карма, еще раз было сказано, это карма, это карма отдельного человека, то, что происходит, это карма семьи, это карма общества, это карма страны, понимаете, это карма, ну, населенного пункта, не важно, это карма, можно это изменить? Да, можно это изменить, вот этому будет посвящена воскресная программа, но только не такими способами, вот и все, значит, если есть у вас вопросы, вы их задавайте, друзья, я не понимаю, Елена, 26 февраля 2022 года, это к чему вы написали? Вы же хотите что-то сказать, вы возьмите тогда, и более, так сказать, предметно напишите, что вы хотите сказать этой датой, вот, мы про эту дату много раз говорили, сегодняшняя дата, кстати, чтобы было понятно, да, ну, во-первых, 10 число, это Солнце, это вот то самое, вот эти люди, которые солнечные, это люди, ну, скажем так, с одной стороны, они действительно могут и организовывать, и опекать, и делать, помогать людям, с другой стороны, это тщеславие, если вы возьмете, просуммируете все циферки, вы опять получите единичку, да, 3, 6, 9, да, единичка, то есть сегодня двойное, двойные солнечные люди, но я не буду делать тут обзор, по поводу, что такое единица, кто такие люди 10 марта, поскольку это, так сказать, на YouTube канале, мы здесь говорим вот о чем, я хотел бы, скажем, первое, предотвратить то, что каналы будут закрываться, вы же понимаете, их слушают, да, и даже, и даже, эти, телеграм-каналы, их и так уже очень много ограничивали, поэтому, во-первых, и слушают со всех сторон, их слушают и те, кто руководители, допустим, этого, телеграм-канала, их слушают и с той, и с другой стороны, можете не сомневаться, они уловят, есть же там всякие фильтры, которые, уловят какое-то слово, уловят какой-то негатив, вы на себя навлекаете очень большую неприятность, дальше, имейте в виду, смотрите, речь идет о чем-то, да, вы улавливаете, в основном, люди улавливают то, что у них болит, правильно, они вылавливают из контекста вот свою какую-то такую позицию, здесь есть одна вещь очень интересная, допустите, допустите, да, совет добрый, допустите о том, что вы можете ошибаться, не продолжайте гнуть свою линию, иными словами, вот вы с кем-то беседуете, или вы что-то слушаете какого-то, но вот ваше видение не соответствует тому, что человек говорит, вы начинаете испускать негатив, правильно, вы начинаете говорить, нет, не так, не верю, а вот это сказал, это, тут начинается противоставление, да, но кто сказал о том, что, первое, тот человек, который говорит, прав, второе, кто сказал, что тот, который слушает и выражает эмоцию, тоже прав, значит, вполне вероятно, что два человека оба неправы, и между собой спорят абсолютно люди, которые, вы не найдете никакой истины в этом деле, правильно, значит, но если каждый из нас будет допускать о том, что он может ошибаться и будет принимать другую сторону, а не противоставлять, тогда будет намного легче, тогда будет намного проще, как и все, я тоже человек, я ошибаюсь, но я не боюсь сказать, что я не прав, если, если, конечно, я могу сказать, хорошо, я не прав, и тогда заканчивается абсолютно все, и все уходят, как говорил Жанецкий, как избавиться от запаха, уйдите, запах вместе с тобой, но закончите все, вы не правы, и тогда нет аргументов, тогда никто не будет настаивать, я вас уверяю, еще раз скажет, скажет, да, да, согласен, ты абсолютно прав, и он идет в полном, благостном состоянии, он доказал, понимаете, или она доказала, радуйтесь этому, но без агрессии, это вот такой добрый совет, дорогие друзья, я думаю, что на этом можно закончить, эту программу, мы будем продолжать, просто сегодня так получилось, сегодня четверг, вроде бы программ нету, если они не появятся спонтанным образом, но вообще-то говоря, вот я бы, конечно, мог показать экран, фейков, очень много фейков, друзья, очень много фейков, и не будьте настолько, допустим, зомбированы о том, что вот эта вот пропагенда, это называется, которая была, да, потому что сейчас очень тяжело вариться, ну, сейчас общество, что происходит, одна страна берет, ограничивает доступ в оба конца, вторая страна применяет к этому другую, другое, какая-то, вот я сейчас буду ограничивать, вот, к примеру, да, вот я смотрю на этот самый, да, major European tracking firm, главная, главная, европейская компания, траковая компания, очень серьезно пострадала, стоят, значит, эти большегрузные автомобили, потому что не хватает топлива, после вот этого, значит, к чему это приводит, значит, Соединенные Штаты говорят, а мы сейчас не будем брать российскую нефть, ну, дальше что, и теперь бензин достиг, ну, такого не было вообще в истории Соединенных Штатов, не было такой цены на бензин, ну, кому это хорошо, расскажите, вот, а что, давайте продолжать клясть, что ли, а этих, а этих, а этих, да, а те, этих, ну, к чему это приведет, ну, приведет взрыву, можете не сомневаться, то есть, будет следующий этап, когда, наконец, все успокоится, когда все помрут, да, вот тогда все точно все успокоится, но все, так сказать, не этот цикл, где все померли, да, останутся, конечно, но ведь пострадают же очень многие люди, а мы в этом принимаем, хотим, не хотим участие, поэтому, дорогие друзья, я бы все-таки советовал, так сказать, ну, это принимать во внимание, да, поскольку здесь присутствуют люди, я думаю, с нашего канала, какой это канал, ну, по, биржевой канал, то я могу сказать, что все полетело вниз после вчерашнего очень высокого подъема, опять вся биржа упала, и крипта упала, и индексы все упали, почему, потому что зашел в тупик вот этот, вот эти переговоры, природе станет легче, мы часть природы, поэтому как легче станет, ну, станет легче, когда природа чистится, да, от нас, вот и все, я вас уверяю, природе легче будет, да, это правда, потому что не будет людей, которые губят эту природу, поскольку у нас же был лозунг, мы же это знаем, человек, хозяин природы, приди и возьми, то, что тебе надо, ну, это категорически, совсем, никуда, ну, вот таким образом, это все, так, все, пока мы с вами прощаемся, если будут вопросы, пишите, еще раз, я третий раз предлагаю, если вы хотите пообщаться, голосом, да, то тогда есть вариант, у нас есть зум, без ограничения, это платный зум, без ограничения по времени, и без ограничения по составу участников, значит, напишите, кого бы, ну, я не могу пригласить всех, в чат, но, во всяком случае, ну, я бы хотел пригласить в чат, допустим, Елену Сбирнову, разница во времени очень большая, так вот, мы бы с ней это были, но если не получится, тогда, мы поговорим, вот так, вот, в таком, вот сейчас, правда, я один говорю, правильно, а вы слушайте, вот, мне хотелось бы слышать обратную связь, как правильно очищать карму, давайте мы дождемся воскресенья, значит, вот Артем берет интервью у меня, он координатор центра Сандеец, и как очищать карму, вот, давайте мы там и поговорим, нет такого понятия, очищать, ну, есть формально, но тут по-другому несколько, вот, давайте не будем забегать вперед, хорошо, всего доброго, до новых встреч, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok